Современные методы лечения боли в скором времени будут применять в Центральной клинической медико-санитарной части. Магнитогорские анестезиологи и реаниматологи прошли двухдневное обучение у ведущего специалиста Ассоциации интервенционного лечения боли по ультразвуковым технологиям, врача-анестезиолог-реаниматолога высшей категории Боткинской больницы Всеволодолыхина. Доктор рассказал коллегам об основных манипуляциях, которые сегодня можно быстро, безболезненно и эффективно выполнять с помощью ультразвуковой диагностики. Врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Боткинской больницы Всеволодолыхин в операционной медико-санитарной части проводит катетеризацию центральной вены пациенту. Это своего рода мастер-класс для магнитогорских коллег. Проведение всех манипуляций врач контролирует с помощью ультразвука. Стоит на три пальца, вот ключица, ну на борт почти. За счет этого формируется туннель более-менее большой. Просто нужно учесть эту глубину расположения и выполнить импульмантацию за 15-16 сантиметров. Ранее подобные процедуры делались по анатомическим ориентирам. Цель обучающего семинара – внедрить в практику высокотехнологичные манипуляции. То есть сосудистый доступ – это неотъемлемая часть интенсивной терапии. И в принципе это такая каждодневная, рутинная работа, которая, особенно если касается катеризации центральных вены, несет осложнение. То есть поставить катетер в крупную вену осложнено иногда какими-то проблемами, связанными с особенностями анатомическими. И здесь мы как раз используем ультразвук для того, чтобы снизить эти сложности. Осложнения при установке катетера по анатомическим ориентирам могут быть самыми разными. Это и пункция плевры, повреждение сосуда с развитием гематомы, травматизация тканей. За счёт навигации возможность развития этих событий сводится к нулю. Научить коллег работать быстро и ещё более точно и менее травматично – это главная цель специалиста из Москвы. Обучающий семинар для магнитогорских анестезиологов и реаниматологов Севолод Лыхин проводил в течение двух дней. Курс состоял из практической и теоретической частей. Докторам в том числе рассказали обо всех основных направлениях работы с ультразвуковой навигацией. Среди них блокада нервов, а также интервенционное лечение боли. Одно из интересных направлений – это лечение хронических болевых синдромов. И тут тоже ультразвук нам помогает. То есть мы можем выполнять блокады определённых генераторов боли в определённых местах и снижать боль пациентов. Это не исключает консервативную терапию, физио, ЛФК. Это обогащает это и даёт такой более комбинированный подход, который даёт большие результаты. Отработать навыки визуализации иглы доктора могли, используя фантомы. Это специальные изделия, имитирующие органы и ткани человеческого тела. Семинар позволил магнитогорским специалистам открыть для себя новые методы лечения боли. Что для нас очень ценно, что некоторые вещи, которые мы не видели, были невидимы, для нас стали видимыми. То есть катаризация центральных вен, катаризация пункции и блокады периферических нервов для нас становится видимым. Для нас это очень хорошо, для пациента это всё безопасно и эффективно. Теперь в профстандарте и травматологов, и хирургов, и анестезиологов, и аниматологов есть возможность работать с аппаратом ультразвуковой диагностики, не имея сертификата врача ультразвуковой диагностики. Мы не делаем экспертное заключение, мы не делаем экспертизу, мы помогаем себе точно так же, как фонидоскоп или тонометр помогает врачу-терапевту, так и ультразвуковый аппарат помогает нам выполнять наши манипуляции. Основу мы получили, будем дальше развиваться, внедрять практику, осваивать и надеемся в широкой практике использовать это для всех пациентов.